уже недели как две моряки отметили день военно-морского флота я как всегда занимался созданием какого-то мусора который даже 10 тысяч человек не посмотрела то есть даже половина моих подписчиков резонно конечно было бы выложить это видео в день военно-морского флота но лучше поздно чем никогда как известно 28 или 2018 года на головном фрегате проекта 22350 адмирал горшков был поднят андреевский флаг каким образом закончилась многолетняя эпопея с постройкой этого корабля это безусловно абсолютно со всех сторон знаменательное событие далее я постараюсь пояснить почему корабль был заложен 1 февраля 2006 года спущен на воду 29 октября 2010 но потом началось сдавать то 2011 собирались то в двенадцатом тринадцатом четырнадцатом пятнадцатом шестнадцатом семнадцатом и остановитесь наконец-то на восемнадцатом году разные оценки водоизмещения корабля гулять в сети но я склоняюсь как минимум к пяти с половиной тысячам тонн если посмотреть на одноклассников таких как голландский де Зевен Провинсьен или ту же самую немецкую саксонию либо французский фрем все они имеют схожие габаритные размеры с горшковым почему он должен иметь водоизмещение порядка четырех с половиной тысяч как это везде пишут мне непонятно почему то я считаю что в районе пяти тысячи или более скорее всего пробежимся по вооружению корабля его радиолокационным средством да и вообще по всему что он не обнаружил благодаря фотографиям начнем с палубы бака там красуется 130 миллиметровый универсальный корабельный артиллерийский комплекс а 192 это самая современная артиллерийская установка такого класса созданная на сегодняшний момент для военно-морского флота российской федерации конечно ее сложновато сравнивать с невероятной АК-130 но та и весит по крейсерски в общем последний писк моды по части радиолокационной заметности как любят современные школьники система управления этой артиллерийской установкой представлена 5P10PUMA включает в себя RLS с фазерной антенной решеткой и конечно же оптический канал для наведения на цель чуть выше на крыше ходовой рубки такая большая сиська это радиопрозрачный обтекатель многофункционального радиоэлектронного комплекса 5P20K монумент пока не будем дальше лезть на матч то вернемся на палубу бака тем более что тут есть еще кое-что интересное это конечно же универсальный корабельный стрельбовый комплекс калиборн к в составе которого у нас есть универсальные вертикальные пусковые установки до более знакомые конечно же 3s14 две установки по 8 ячеек в которые можно грузить 3m54 3m14 3m55 или противолодочный 91RT ну то же самое развитие водопада итого у нас есть 16 ячеек в зависимости от задачи можно окомплектовать различными изделиями их таким образом один фрегат может составить соединение допустим выполнять задачу пылого для этого у него есть гидроакустический комплекс заряд 3.3 который испытывали где-то года с 2010 поэтому скорее всего именно он и установлен на кораблях проекта 22350 производится кстати концерном океан прибор другой допустим может наносить высокоточные удары по наземным целям а 3 будет заниматься строго надводными целями именно благодаря универсальным пусковым установкам вертикальным можно без радикальной переделки корабля загружая в него различный боекомплект в эти пусковые установки корабль может выполнять различные задачи это очень удобно чуть дальше виднеется 4 пусковых 3s97 комплекса 3k96 редут и тут нужно пояснить немного подробнее потому что существует некоторая путаница и чтобы внести ясность свою историю комплекс редут начал наверно все таки с корветов проекта 2380 где впервые публично была продемонстрирована работа этого комплекса по сути своей он является оморяченой версии объекта с 350 витязь который в итоге на сегодняшний момент скорее всего уже никогда и не родится в серийное производство но это тема отдельного разговора в любом случае этот комплекс позволяет использовать ракеты 9 м 96 е вообще эта ракета появилась еще в фаворите так что ничего удивительного в том что решили использовать для этого комплекса нет вообще 9 м 96 существует в нескольких вариантах это 9 м 96 едва с дальностью оценочная порядка со двадцати 150 километров но в любом случае больше 100 и 9 м 96 е это 40 50 километров соответственно нагрузить их можно по-разному в ячейке если только 9 м 96 едва то это 32 ракеты в любом случае это все нюансы самое важное это то что зенитно-ракетный комплекс на проекте 22 350 получил название полимент редут и связано это с вот этими четырьмя штучками на мачте это четыре полотна с фазированными антенными решетками что позволяет с высокой разрешающей способностью сканировать пространство в азимуте на 360 градусов фактически перманентно а это очень важно допустим если вам вдруг захочется уничтожать какие-то баллистические цели например разрешающая способность и быстродействие фазированных решеток позволяет уже гораздо точнее рассчитать траекторию баллистической цели и применять например те же самые 9 м 96 едва как говорится на все деньги индекса этих четырех фазированных решеток полимента до сих пор никто не знает но это на самом деле неважно главное что они есть на самой высокой точке мачты красуется дежурный рлс обнаружение воздушных целей это 5p274k4 это главный рабочий инструмент корабля что касается его радиолокационных средств вместе с 5p20k monument работают они почти 24 на 7 это основные глаза корабля а вот полимент это уже точечное оружие в конкретных ситуациях я думаю объяснять не нужно в каких вы уже все поняли конечно все это не будет эффективно функционировать без bios традиционно разработчиком боевых информационно управляющих систем в российской федерации у нас является нпу марс из ульяновска точная информация о том какая bios установлена на 22350 нет нужно понимать что она должна быть самой совершенной из тех что есть на сегодняшний момент исходя из задач которые возлагаются на мой корабль для того чтобы максимально использовать потенциал редукционного оборудования корабля именно аппарат на его части конкретно четырех фазированных решеток о которых я уже сказал выше без грамотного естественно программного комплекса не обойтись является ли эта система развитием какой-либо из предыдущих сигм напрямую или это принципиально новый продукт с учетом зерка нового поколения для нашего флота сказать сложно так как информации точно по этому поводу нет скорее всего это именно так потому что все предыдущие bios решать такие задачи не могли принципиальные за достаточно скудного по сравнению с 22350 зенитно-ракетного оборудования кораблей на которых они были установлены я не говорю там про какие-то лесорубы допустим да разные крейсерские это система другого поколения речь идет о фрегатах корветах пусть то будет тот же 2380 или 11356 но раскрывать эту тему я особо не буду потому что все-таки говорю о 22350 вернемся к мачте можно увидеть целую россыпь элементов комплекса радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы это тк-28 невооруженным глазом различаются многоэлементные например антенные устройства вообще тема радиоэлектронной борьбы отдельные большая но у этого корабля с этим должно быть все в порядке про фурка я уже сказал чуть ниже кстати можно заметить навигационный рлс вероятно это какая-то из модификации мр-231 от группы компании связи радионавигация нужны они исходя из названия конечно же для навигации обнаружить различные объекты на поверхности воды чуть ниже еще находится модуль оптико-электронного комплекса какого точной информации к сожалению нет то что например красуется на сайте рособорон экспорта на него совсем не похоже тот же самый например мтк 201 что неудивительно на экспорт часто предлагаются частично кастрированные системы фотографии кстати в большом разрешении оптико-электронного комплекса я не нашел помимо этого на корабле установлен комплекс оптико-электронного подавления мдм 2 и понятно что не экспортная его модификация постепенно переходим к кормовой части корабля тут у нас из интересного это конечно же 3м 89 зенитно-ракетно-артиллерийский комплекс является частью системы зеркап элемент риду его артиллерийская часть это два шестиствольных агрегата а у 18 кд с темпом стрельбы по 5000 выстрелов в минуту таким образом вместе установка выдает темп огня в 10000 выстрелов в минуту 30 миллиметров калибра комплекс также может оснащаться и ракетной частью которая представлена ракетами сосна р они же 9 м 337 ну про них вы уже все знаете говорил вроде как одном из своих выпусков про них или не совсем про них неважно в общем расположен 3м 89 по бортам от вертолетного ангара где прячется конечно же всем известный к 27 перед ангаром можно рассмотреть до более знакомые антенны спутниковой связи центавр nm 1 либо какая-то из модификации центавра что на ангаре что по бокам от него все это антенны для спутниковой связи нужно же как-то находясь дальних походах связываться с той же самой лианой например о чем еще не сказал ах да комплекс постановки помех который состоит из двух пусковых установок кт-216 и кт-308 они способны создавать аэрозольные завесы которые препятствуют работе гсн как инфракрасных диапазонах так и в оптических конечно же пусковые см 588 комплекса пакет нк вообще фотографии в большом разрешении как я уже сказал с маленького расстояния горшкова не так много поэтому наглядно рассмотреть место установки достаточно сложно а если хочется совсем посмотреть уж на работу до пакета то можно на примере 2380 это увидеть принципе это аналогично должно происходить и на 22350 но что касается буксируемой гидроакустической станции то скорее всего это какой-то из вариантов минотавра все это конечно замечательно но кораблю конечно нужен ход чтобы он не плавал как говно а именно ходил главная энергетическая установка представляет из себя два дизельно-газотурбинных агрегата dgt m55r по 27 с половиной тысяч лошадиных сил который состоит из двух газотурбинных установок m90 fr разработки по сатурн два дизеля 10d 49 на 510 лошадиных сил разработки коломенского завода главный редуктор системы ro55r создан на украине и спроектирован на заря маш проект всем известным создание аналогичного продукта соответственно было возложено еще по моему году в 2013 это в 2014 когда началась евроинтеграция на петербургская о звезда и с учетом того что корабли аналогичного проекта уже в постройке проблема вероятно замены на сегодняшний момент решена кстати там же на звезде производят редуктор для гэу 2380 пожалуй это все что хотел сказать вкратце для понимания в первом приближении по крайней мере когда корабль начну снимать ближе можно будет увидеть что-то более интересное рассмотреть некоторые вещи подробнее пока к сожалению это невозможно а в итоге что можно сказать и вообще из-за чего весь сыр бор это первый корабль дальней морской зоны целиком и полностью спроектированный разработанный построенный в российской федерации то есть этот корабль это знаете как признак жизни такого умирающего у которого уже был нити видный пульс и тут он вдруг открывает глаза и делает большой вздох такой во всю грудь и кто не понял этот труп это надводное корабле строение после развала ссср в российской федерации по ходу постройки горшкова была практически полностью на сегодняшний день вероятно решена задача импортозамещения всех компонентов гэу для надводных кораблей и дизель свой и газотурбинная установка своя остался только редуктор либо уже не остался точной информации по этому поводу нет но я крайне сомневаюсь что в 2018 году какая-то европейская держава еще будет что-то продавать агрессору до в кавычках пятерных а корабли то строятся по этому проекту без гэу их строить никто не будет более того и по сути это первый корабль в истории российской федерации который исходя из конфигурации его радиоакционного вооружения что видно соответственно невооруженным глазом способен решать задачи перехвата баллистических ракет на море естественно речь идет о баллистических ракетах средней дальности скорее всего либо оперативно-тактических комплексов и это огромный шаг вперед для российского корабле строения этот корабль в этом плане гораздо могущественнее чем 11 356 просто сравнить вообще никак нельзя такой корабль бы идеально подошел для решения различных задач например в средиземном море у берегов сирии и вообще постройка горшкова такая вот многолетняя она связана именно с тем что решались просто целый спектр решался задач по созданию надводного корабля дальней морской зоны была проведена огромная работа по организации взаимодействия всех подрядчиков потому что корабль достаточно сложная система вместе которая создается не одним каким-то к бы да если кто не в курсе это целый ряд подрядчиков которые работают совместно огромное количество и список предприятий которые должны были наладить между собой логистику связи и работать сообща все это было в полной атрофии фактически в российской федерации и именно постройка горшкова это что он был сдан флоту это как раз таки вот этот признак того что все-таки отрасль оживает да еще очень много нужно сделать еще очень много чего впереди и очень много самое главное нужно денег но это очень хороший признак в общем попутного ветра и 7 футов под килем могу пожелать горшкову хочется конечно побольше таких кораблей для нашего надводного флота это как глуток свежего воздуха у меня все